Семинар 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 Это некая техническая тема, то есть вы должны все те простые примеры, которые мы сейчас будем делать, уметь воспроизводить в дальнейших вычислениях. Мы дальше будем разные процессы считать, и на алгебре гомоматриц желательно нам больше не останавливаться. Поэтому я вас прошу те формулы, которые мы сегодня получим, их все-таки постарайтесь дома несколько раз повторить, чтобы в дальнейшем у нас трудностей не возникало. Тем более, что вы это по большей части уже, я думаю, знаете. То есть гомоматрицы у нас возникают, когда мы рассматриваем уравнение Дирака, то есть уравнение для частиц со спином 1-2. И вот один из трюков, который делает уравнение вместо второго порядка, то есть уравнение клейного гордона, которому должны удовлетворять все компоненты волновых функций всегда. Это свойство следующее из дисперсионного соотношения. Чтобы получить от этого уравнения уравнение первого порядка, мы должны создавать матричные уравнения и вводить гомоматрицы. Это некий общий такой теоретический материал лекционный. И гомоматрицы в силу того, что ваше уравнение Дирака чтобы оно сводилось чтобы оно сводилось к уравнению клейного гордона, если вы его квадрируете, то у вас на на вот эти матрицы получается соотношение. И это соотношение берется как фундаментальное свойство гомоматрицы. То есть оно в дальнейшем является первоосновой для построения их алгебры. То есть вы можете не знать о размерностях этих матриц, но тем не менее соотношение всегда должно быть выполнено. То есть это антикоммутационное соотношение то есть гомомю гомоню плюс, а гомомю гомомю равно два же меню. Да? Два же меню. Если у нас размерность пространства-времени равна четырем, а я сразу забегая вперед скажу, что у нас она будет в дальнейшем не только равна четырем, мы будем использовать называемую размерностную регуляризацию, то есть пытаться размерность считать числом отличным от четырех, то есть параметризовать это как-нибудь 4 плюс 2 епсилон. Вот таким вот образом. Если размерность равна четырем, то для гомоматрицы вам известно стандартное представление. Как это стандартное представление выглядит? Матрица гома 0 это есть 1, 0, 0, минус 1. Вот такая и это единичная матрица 2 на 2. Единичная матрица 2 на 2. Гома Итая это есть 0, Сигма Итая минус Сигма Итая 0. Где Сигма Итая это наши обычные матрицы Паули, да? Сигма 1, разда, чему она равна? 0, Сигма 1. А, известно. Как? 1, 1, 0, ну, 1, 1, 0. Ага, 0, 1, 1, 0, да? Вот так вот. Сигма 2, Эльдар, чему равна? 0, минус И, и 0. Отлично. 0, минус И, и 0. Сигма 3, Евгений, чему равна? 1, минус 1. 1, минус 1 по диагонали, да? Диагонально. Хорошо. Сигма 4, чему равна Леонид? Ничему не равна, нету Сигма 4, да? Индекс И меняется от 1, 2, 3, да? 1, 2, 3. Вот. Это стандартное представление гамма-матрицы в том смысле, что не меняя алгебру, вы можете над вот этим представлением совершить некое преобразование. Взять матрицу U, взять ваше стандартное представление, взять матрицу U-1, да, какую-то не сингулярную матрицу, совершить такое преобразование. Ну, обычно U берут унитарные матрицы, потому что у вас гамма-матрицы действуют на уравнение Дирака на волновые функции, да? Поэтому логично унитарные преобразования рассматривать. Но можете любые рассматривать, да? Вот если образуете вот такие матрицы гамма-стильды, то на них соотношения какие будут? На вот эти матрицы антикоммуникационное соотношение какое будет? Да, такое же, правильно? Такое же. Потому что я вот здесь слева и справа домножаю слева на U, справа на U-1, здесь проставляю единичку, U-1, да, и у меня везде здесь образуется гамма-стильдой, да, гамма-стильдой. Здесь единичная матрица стоит, если она U и на U-1, она и останется единичной. Правильно? То есть относительно таких преобразований, как операторы преобразуются у вас матричные, у вас фундаментальное соотношение не меняется. Поэтому представлений гамма-матриц может быть много. Вы можете не только вот это представление стандартное рассматривать, Ну и многие другие, например, представление ВЕЛИ и так далее. В разных задачах удобны разные представления. Но мы в основном будем пользоваться вот этим представлением, поэтому его я вас тоже прошу запомнить. Что касается размерности вот этих матриц, то есть это вопрос о размерности представления соответствующей алгебры. То есть вот это соотношение вам задает алгебру, пока что некую абстрактную алгебру, не конкретизируя, что такое гамма. А дальше вы говорите, как вы можете их реализовывать. Ну вот пример, как вы можете их реализовывать. То есть вот такие матрицы 4 на 4 удовлетворяют этой алгебре. То есть когда у вас размерность равна 4, у вас существует вот такое представление гамма-матричной алгебры. Такое минимальное представление, минимальная размерность, вот где матрица 4 на 4. Конечно, вы можете построить и большее представление, например, взяв прямую сумму, прямую сумму вот этих соотношений, да? Прямую сумму вот этих матриц. Гамма 0, гамма 0, да? Эта матрица будет уже 8 на 8, и там может соотношение удовлетворять. Это минимальная размерность, да, представление. Если у вас размерность d, то минимальная размерность гамма-матричная – это 2 в степени и целая часть d пополам. То есть размерность гамма-матриц, да, гамма-матриц, то есть размерность минимального представления соответствующей алгебры, она вот такая, да. Индекс μ при этом, индекс μ при этом меняется от 0 до d-1, да. В нашем случае, когда d равно 4, здесь будет 4 пополам 2, 2 в квадрате 4, да, здесь μ меняется от 0 до 3, да. Таким вот образом. Теперь давайте, первая наша задачка будет такая. Мы получим некоторые соотношения, вы, возможно, их уже получали, но теперь мы не будем конкретизировать размерность d, равная 4. Она у нас пусть будет произвольная. То есть d пока произвольна. 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 И если d произвольна, то есть индекс μ меняется от 0 до d-1, да, то есть пробегает d значений. Давайте с вами посчитаем несколько сверток. Значит, сразу скажу, все, что мы с вами сейчас считаем, оно имеет в некотором смысле исключительно методический характер. С одной стороны, вы это должны запомнить, чтобы дальше решать задачки. С другой стороны, если на практике вам что-то встречается, да, много-много гомоматриц надо посчитать, след какой-то, свертку какую-то и так далее, то разумно, естественно, пользоваться пакетами компьютерной алгебры, да. Вот один из наиболее таких известных пакетов, который применяется вот в физике элементарных частиц, это FIINCAL. Такой пакет известный. Там есть возможность оперировать с гомоматрицами, с какими-то петлевыми интегралами, с цветовой алгеброй и со всем-всем-всем. Поэтому это пакет для системы математика. И я вас настоятельно, вам советую, его хоть в каком-то виде освоить, потому что он вам может и пригодиться, когда вы будете ваши месячные задачки решать. Просто чтобы проверять свои следы, свертки, вы можете пользоваться этим пакетом. Интегрировать в нем можно в этом пакете. То есть петлевые интегралы какие-то простейшие он делает. И правила Феймана в нем получать можно. То есть это довольно такой обширный пакет, поэтому про него имейте в виду. Имейте в виду, что все, что мы сделаем в гомоматрице, это скорее... Вы сейчас должны обращать внимание на те трюки, которые мы используем, нежели чем впитывать в себя эти самые соотношения. Хотя вот на время курса я вас настоятельно призываю соотношения тоже помнить, которые мы будем получать. Хорошо, первая задача. Это посчитаем несколько сверток. Точнее, вы посчитайте. Так, я здесь немножко сотру. Давайте. Первая свертка. Гамма-мю, гамма-мю. Вот такая свертка. Обращаю внимание, что здесь индекс контр-вариантный, здесь индекс ко-вариантный. Опускание, поднимание индексов происходит с помощью метрического тензора, который у нас... Сигнатура у нас такая. 1-1-1-1-1-1. В четырехмерии. Когда он четырехмерный. Если он д-мерный, в д-мерии, то если д целая, то мы также подразумеваем, что у нас 1 размérность – это время, остальные д минус 1 размерность – это пространственные размерности. В дальнейшем, если мы говорим о д-мерий, то есть 1 размерность – это время, остальные – пространственные. Вот такая свертка, самая первая Чтобы сформулировать вторую свертку Я вам напомню обозначение Вот если у меня есть какой-то 4-х вектор Аμ А0 Аит 4-х вектор Аμ То Аμ С нижним значком какие компоненты Будет иметь? Минус, да То есть за счет вот этих минусов Я должен здесь А0 оставить на месте А АИТ написать со знаком минус Потому что это есть Жменю на АНЮ В повторяющемся индексе суммирования идет Жменю свернутое в Жменю Чему равно? В 4-х мере Если Жменю вот такой вид имеется Тензор Это что такое? 4 4 Если у меня D-мерия То есть здесь D-компонент D-единичек То сколько будет? D будет, правильно? Жменю на Жменю В общем случае это D Правильно? D То есть размерность нашего пространства Обозначение я хотел ввести А со шляпой А со шляпой мы говорим, что это Гамма-Мю, Амю То есть стандартное обозначение Когда я ставлю шляпу Подразумевается, что я 4-х вектор Сворачиваю с гамма-матрицы Это все было Да? Это все было Поэтому вторая свертка, которую мы сейчас посчитаем Это вот такая свертка Вот такая свертка Давайте еще третью посчитаем А, B Еще раз подчеркиваю, что эти свертки мы сейчас смотрим в D-мерии Да? И еще вот такую А, B, C Вот такую Давайте к доске кто-нибудь идите Давайте, Евгений, вы идите Ну вот, первые два пункта Давайте посмотрим Еще раз Стартуем всегда мы Если мы ничего не знаем То стартуем с фундаментального соотношения То есть у нас есть фундаментальное соотношение Вот с него и стартуем Да? Ну и имею еще Да? Ну, из-за того, что это симметричный Да, это тензор симметричный Поэтому можно написать это как Одна вторая, да, суммы Правильно? Ну, тогда одна вторая Прожим Ну, напишите для ясности То есть, поскольку тензор Ж-меню симметричный То можно написать как Одна вторая суммы Да? От гамма-мю гамма-ню Гамма-ню гамма-мю Да? И свернуть с тем же Ж-меню Да? А теперь вспоминаем Фундаментальное соотношение Которое нам говорит Что это есть Ж-меню На Ж-меню Да? Двоечка сократилась И это будет размерность D Да? Вот так вот То есть гамма-мю гамма-мю Это D Да? Свертка равна D Следующая свертка Переставить эти гаммы Да? То есть совершенно Стандартный способ Рассмотрения таких сверток Это Перестановка Гамма-матриц Так, чтобы свести К предыдущему пункту Чтобы свести К вот этой свертке Да? То есть у нас будет Гамма-А Альфа вынесли Здесь останется Вы уже сразу Переставляете, да? Вы вот эти два Переставляете, да? Так, давайте аккуратно Тогда с этими С ковариантностями Раз уж мы Ковариантности пишем Давайте чуть-чуть Поаккуратнее снимем Вот этот вверх А здесь тогда Два внизу будет Потому что здесь Была нижняя, да? Альфа-мю Да, вот так Здесь у вас Альфа заменяется На мю нижний И сворачивается С гамма-матрицей То есть будет Два А со шляпой Да, правильно А здесь что будет? Здесь у вас уже Гамма-мю С гамма-мю Стоит рядом, да? Поэтому их можно сразу Упростить Используя Предыдущий пункт Да? Д А А Альфа на гамма-альфа Да, это еще одно А со шляпой Да? Отлично А со шляпой Вот давайте Ради некого методического интереса Перепишем это В таком виде Напишем это Как Минус 2 А со шляпой Прибавить все Что осталось Что осталось? Ну, прибавить Вычесть Это Можете вычесть Попишите лучше вычесть Красивее будет Так Д минус сколько? 4 минус d Или d минус 4? d минус 4, да? d минус 4 на а со шляпой В чем интерес, да? Когда d равно 4 Если d равно 4 Этого куска нет Да? Этого куска нет Остается только минус 2а Это то, что у вас, я думаю, было в курсе В фэче, да? Считали эти сверстки, я думаю, да? То есть в четырехмерии Гамма-мю, а со шляпой, гамма-мю Это просто минус 2а со шляпой, да? А вот эта добавка, которая появляется в димере, да? Как ее легко запомнить? Как она появляется? Вот у вас Представляете себе, что А это у вас Вектор, который имеет только четырехмерные компоненты, да? Четырехмерные компоненты Тогда Его компоненты Вот если мю пробегает остальные значения Кроме первых четырех 0, 1, 2, 3, да? То они просто у вас коммутируют Антикоммутируют Поэтому вы просто переставляете И оставшаяся сумма Гамма-мю, гамма-мю Где мю пробегает остальные значения То есть кроме 0, 1, 2, 3, да? Дает вам Д минус 4 Минус из антикоммутации Да? То есть такое мнемоническое правило Как вот эти куски запоминать Сейчас еще Несколько сделаем И Поймете, о чем я говорю Я, может, несколько быстро сказал сейчас Давайте следующий пример Успеваете? Если не успеваете Можете тормозить Сказать Нет, не успеваю Постой Провоз Точно так же Переставляем Переставляем Можете сразу Не расписывать Что такое Б со шляпой Да? Что это Б альфа На гамма альфа А сразу оперировать Б со шляпой Да? То есть если переставить Б со шляпой Гамма-мю Это что такое будет? Так, это получается Так, вот так же Два Два Кусок отжимин Он из шляпы сделает Вот у вас Б это что такое? Это Б альфа Гамма альфа Правильно? Значит у вас было Ж Альфа мю Ж Ну не со шляпой Почему со шляпой? В смысле У вас же индекс мю Торчит Он должен остаться А Так, сейчас Вот где-то отдельно Давайте сделаем один раз Вот у вас есть Б со шляпой Гамма мю Да? Это что такое? Это есть Б альфа Гамма альфа Гамма мю Правильно? Да, мю Вот вы переставляете Переставляете Переставили их У вас стало 2 Ж Альфа мю Да? Минус наоборот Да? Гамма мю Гамма альфа Правильно? То есть от первого слагаемого У вас будет 2 Б И мю Индекс никуда не денется Раз он торчал То он должен торчать дальше А от вот этого Просто гамма мю на b Ага Отлично Здесь вот у вас уже гамма мю Может с b Соединиться Да? То есть у вас возникнет Б со шляпой Двойка впереди А Угу А тут можно перестать А здесь А здесь можно Воспользоваться Предыдущим пунктом Да? Так надо что Для всей конструкции Минус во-первых Минус во-первых Так А у нас там было А 2 минус D А со шляпой А со шляпой А со шляпой А со шляпой А на b со шляпой Ага Отлично Отлично Немножко Можно в принципе так и оставить Да? Так и оставить Но обычно Вот в таком же виде Люди записывают Чтобы понять Что выживает в четырехмерии Да? А что Что в четырехмерии вылетает То есть D минус 4 D минус 4 Выделить Да? Ну вот допустим Мы напишем это таким образом Напишем Вот эту минус двоечку Я возьму Отсюда Да? То есть Неправильно Сказал Не минус двоечку возьму Ну попробуйте Сообразить Самостоятельность Чтобы D минус 4 Появилось Я-то ответ знаю Поэтому я могу Сразу написать А вы может Его не помните То есть Здесь вот Вот здесь вот Можно D минус 4 Образовать Да? То есть Она плюс 2 А здесь плюс 2 Угу Здесь тогда будет плюс И будет что Плюс Можно знак поменять Минус на плюс Потому что здесь D стоит Да? И будет плюс Ну это вопрос вкуса Меняет знак Или не меняет Ну просто красиво выглядит Плюс D минус 4 Да? На B Угу На B А что такое B A плюс A B? Опять же вспоминаю Это будет 4 скалярных произведения Правильно? Потому что Уже меню на А мю б ню Это есть скалярные произведения А на B 4 скалярных произведения И плюс Огрызок Да? От размерности Которой Больше 4 Да? Точно так же Мнемонически Как у вас У вас получается Ответ Который Имеет место В четырехмерии Да? То есть 4 А B Это то что у вас Я думаю Уже раньше было Плюс Остаток Который получается Как? Вы представляете Что у вас А и B Это четырехмерные векторы Да? А индекс мю У вас Вот главный вклад Четырехмерный Вы уже получили А если индекс мю Меняется Если он больше трех Да? Не 0, 1, 2, 3 А остальные индексы Это вы их два раза Антикоммутируете Поэтому здесь получаете Знак плюс Да? И свертка Гамма мю Гамма мю Дает вам Д минус 4 Да? То есть Оставшиеся размерности Да? А А B Как стояло Так и стоит Да? То есть Ровно по той же логике Что и здесь Угу Правильно? Все успевают? Раз да Успеваете? Ц мю Угу Да Все аналогично То есть Идея простая Переставить две гамма-матрицы И воспользоваться Предыдущим соотношением Единственный Творческий момент Это более Это красиво Записать ответ Да? Не-не-не Вот здесь Вот С Вот вы С двоечкой написали Вот С у вас Куда пойдет С Са шляпой Она же гамма-матрица Она вот Вперед пойдет Да? Так Поэтому сначала Будет Так Угу Минус Минус Гамма-мю Гамма-мю Да Вот так Огрызок уже есть какой надо Да? Какой надо Да? Давайте вот это Чуть-чуть Причешем Вот Четыре скалярных произведения Вот так и просится Их снова расписать Вот в таком виде Да? Почему? Потому что если вы в таком виде Их распишите Да? У вас одно из слагаемых Очевидно тут Будет сокращаться Правильно? То есть поэтому Четыре АБ Снова расписываем Как два БА Плюс АБ Да? Ну еще раз Это вопрос вкуса Вопрос того Как вы хотите записать ответ Чтобы он покрасивее выглядел Можно было бы на этом И остановиться И сказать Все Я так и буду это запоминать Да? Но Можно немного причесать И тогда запоминать будет Запоминать будет удобнее Два С Угу С АБ Минус А четыре Четыре скалярных произведения Во что у нас перейдет? Ну в два Да-да-да Всю вот эту комбинацию Двойку не забываем А, вы уже ее написали Да? Хорошо Б А И в конце стоит С Да? И минус АБ И в конце стоит С Да? Угу Минус Д-4 Ага На Б Ну немножко Немножко надо Теперь упростить Наверное Там Вот Как можно было упростить? Вот смотрите Вот этот С Да? Вы его написали Справа Да? Справа написали Оно вот здесь Вот перед скалярной произведением Справа Но Поскольку это число С Можно было написать и слева Правильно? Вот этот С Можно было написать Не справа от АБ А слева от АБ Да? И это вроде как более приятно Потому что тогда вот этот член сократится Правильно? Ну давайте так и сделаем Можете через равно переписать Понимаете, да? АБ это скалярное произведение Это не матрица Да? Поэтому С можете писать Хоть слева, хоть справа Ну давайте его напишем Левее И все лишнее сократим С, Б, А Да? И Минус Угу Ну вот так вот получилось Да? Отлично Значит, как мы это запоминаем? Если у меня здесь три матрицы есть Что с ними произошло? Получилось Минус два Минус два На обратный порядок матрицы Да? Здесь было А, Б, С А там было С, Б, А Да? Вот в правой части С, Б, А Это то, что у нас в четырехмерии имеет место Да? А вот этот кусок Остаток Он опять же выглядит точно так же Да? То есть если мы говорим, что наши векторы А, Б, С четырехмерные То от Мю 0, 1, 2, 3 Мы получим вот этот вклад Обычный вклад Да? От Мю Больше, чем 3 Мы антикоммутируем Три раза Знак минус получим И будет гамма-мю Гамма-мю Где мю меняется От индекса больше, чем 3 Будет Д минус 4 Правильно? На тот же порядок А, Б, С Да? Хорошо Значит, четырехмерный Значит, что я хочу сказать Достаточно запоминать только Четырехмерный ответ Вот этот четырехмерный ответ Который в четырехмерии То есть минус 2 Обратный порядок Да? А вот те вот отгрызки Вы можете сразу Восстанавливать из вот тех соображений Какие я вам Что я вам сказал Да? Значит, это некое общее соотношение Я предлагаю его в качестве Домашнего задания Кто сделает, будет молодец Вот если у вас есть Гамма-мю А1 А2 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 Н Минус 1 Гамма-мю Гамма-мю Здесь нечетное число стоит Да? Нечетное число 2Н минус 1 Вот такая свертка В четырехмерии Когда Д равна 4 Когда Д равна 4 Это будет просто минус 2 на обратный порядок вот этих матриц То есть А2Н-1, А2Н-2 и так далее, А1 Понятно? Когда D равна 4, от нечетного числа гома-матриц-свертка всегда вот так вот просто устроена Минус 2 на обратный порядок Вот пример, для случая N равно 1 Ответ минус 2 на обратный порядок, в 4-х мерии, этого нет Здесь вот то же самое, у вас получается минус 2 на обратный порядок, CBA, в 4-х мерии, остатка нет Хорошо, такие простенькие свертки Более сложные свертки можете точно так же доказать, показать, можете вот FIFIN-калком воспользоваться Там есть процедура, DERAC-TRIK называется, и более сложные можно там считать Окей, вопросы есть по этой задаче? Нет, простая задача, да? Давайте дальше двигаться Значит, еще пару слов про размерность гома-матрицы Если у вас размерность целое число, то минимальное представление гома-матрицы это размерности 2 в степени D пополам Если D у вас не целое число, такое тоже может быть Например, размерность на регуляции 4 плюс 2 эпсила То гома-матрицы это бесконечно мерные матрицы То есть их представление, они бесконечно мерные То есть это некие матрицы бесконечно мерной размерности Как именно они строятся, можете посмотреть в разных книжках Например, есть книжка Коллинза, называется «Перенормировка» Там целая глава посвящена размерностной регуляризации Как там разные определять интегралы, гома-матрицы и так далее Так что если это где-то вам встретится, можете там посмотреть Вторая задача Прежде чем к ней приступить, я еще напомню одно определение Вот здесь вот у нас определение Гамма-5 Определение гамма-5 Гамма-5, она такая полезная конструкция Это как раз конструкция матричная, которая вам позволяет переходить от одной размерности гома-матрицы к другой размерности То есть она нужна для построения матриц следующей размерности Мы же ее будем использовать скорее в смысле некого псевдоскаляра Вы знаете, что комбинация Пси с чертой гамма-5 Пси Это псевдоскалярная комбинация Комбинация Пси с чертой гамма-мю, гамма-5 Пси Это какая? Псевдовектор, правильно? Где Пси это спинор дираковский А гамма-5 Давайте сразу договоримся относительно знаков Потому что в разных книжках по-разному Вот везде будем считать, что это плюси Гамма-0, гамма-1, гамма-2, гамма-3 Либо то же самое Если я захочу вот эти индексы опустить Написать их внизу Гамма-0, гамма-1, гамма-2, гамма-3 То здесь какой знак я должен поставить? Плюс или минус? Ну, И стоит Какой знак? Плюс, минус Все индексы опустил Гамма-1, гамма-2, гамма-3, гамма-0 Опустил все Минус, почему? Потому что три раза Три раза минус возник От отпускания 1, 2, 3 И знак минус будет Значит, запоминаем, что у нас определение гамма-5 Вот такое И его еще можно вот так вот записать красиво Минус И на 4 факториал Эпсилон, мю, ню, альфа, бета Сейчас у нас четырехмерия пока Четырехмерия В этой задачке был демерия А сейчас у нас размерность равна четырем Эпсилон, мю, ню, альфа, бета На гамма-мю, гамма-ню, гамма-альфа, гамма-бета Вот в таком виде записать 4 факториала, это 24 Да, у нас всевозможные перестановки Индексов 0, 1, 2, 3 Их у нас 24 штуки Да Эпсилон 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 Мю, ню, альфа, бета Тензор Давайте вот так определим Эпсилон 0, 1, 2, 3 Это есть единичка Да, единичка А все остальные Все остальные его значения Если индексы одинаковые То это 0 Да Если хотя бы два индекса одинаковые Скажем, эпсилон, альфа, бета, гамма-гамма То это 0 Да И любая перестановка Это 0, 1, 2, 3 Дает вам либо единицу, либо минус единицу В зависимости от того, четная это перестановка Или нечетная перестановка Да Просто напоминаю, вы это знаете Раз вы это знаете Тогда я вас спрошу Что будет, если я по циклу переставлю индексы То есть напишу, например, 3, 0, 1, 2 Это чему равно? А? Погромче Единица? Кто согласен с единицей? Еще Минус единицы это будет? Это минус единица То есть когда я по циклу четырехмерный эпсилон переставляю, минус единица появляется В трехмерном плюс единица Почему? Ну потому что вот эта перестановка Вот эта перестановка, она нечетная Чтобы, ну, как это проверить? Перестановка это количество транспозиции Минус единицы в степени количества транспозиции Вот чтобы вернуться к 0, 1, 2, 3 Я должен раз, два, три раза тройку переставить То есть совершить три транспозиции Правильно? Три транспозиции Поэтому минус единица в степени 3 дает минус единицу То есть в отличие от трехмерного случая Когда по циклу переставляете, минус единица появляется Не забывайте ее, пожалуйста В дальнейшем про нее помните Соответственно, эпсилон 0, 1, 2, 3 Чему равен? Индексы опустил все Чему? Почему? Почему единица? Вы же мне только что сказали, что Что вот здесь у вас минус возник За счет того, что от каждого пространственного индекса У вас возник минус От временного плюс единица Точно так же здесь от пространственного опустил единица Пространственного опустил по 3 минус единицы А здесь по единице То есть будет минус единичка А эпсилон ми ню альфа-бета на эпсилон ми ню альфа-бета Чему равен? 24 4 факториал То есть количество просто ненулевых элементов этого тензора Их ровно столько, сколько у вас перестановок Здесь вы берете их в квадрате Так, окей, значит гамма-5 Значит, гамма-5 это еще раз Это и гамма-0, гамма-1, гамма-2, гамма-3 И она вот видно, что с эпсилоном как-то связана Эпсилон у нас псевдо-тензор, поэтому гамма-5 это у нас какая-то псевдо-структура С точки зрения пространственных изменений, изменений координат Это матрица, связанная с преобразованием псевдо-сколяров или псевдо-векторов В общем случае псевдо-тензоров каких-то Что касается g-меню и эпсилона альфа-мю, ми ню альфа-бета Это некие два выделенных тензора в собственной группе Лоренса Почему? Чем они замечательны, эти тензоры? В собственной группе Лоренса они инвариантны Если я совершу над ними тензорное преобразование с помощью преобразования Лоренса То есть напишу g-меню, а здесь преобразование Лоренса Альфа-мю, пардон, лямда-мю, бета-мю Где лямда это матрица преобразования Лоренса То в результате я получу g-альфа-бета То есть тензор перешел в себя Он инвариантный тензор Это фактически что такое? Это фундаментальное соотношение, определяющее преобразование Лоренса То есть в матричном виде оно у вас записывается так Лямда-транспонированная матрица метрического тензора g Давно матрица метрическому тензору Если в матричном виде то же самое переписать То есть это соотношение, которое вам вообще говорит Как определяются матрицы преобразования Лоренса Вы можете не помнить их вид Но вот это соотношение вам говорит, что метрика относительно них инвариантна То есть для преобразования Лоренса это главное соотношение То есть отсюда следует, что же меню инвариантный А откуда следует, что эпсилон инвариантный Если я эпсилон начну преобразовывать То есть напишу Мю 1, мю 2, мю 3, мю 4 А здесь напишу Лямбда, мю 1, мю 1 Лямбда, мю 2, мю 2 Лямбда, мю 3, мю 3 И лямбда, мю 4, мю 4 Вот эта штука чему равна? Чему равна? Чему? Вот если я начну переставлять эти матрицы каким-то образом К чему это повлияет? Например, вот эти две матрицы переставлю То есть индекс мю 1 и мю 2 переставлю То появится знак минус общий, правильно? Потому что я тогда могу переставить и мю 1, и мю 2 Приведу к исходному виду Но отсюда возникнет знак минус из-за перестановки, правильно? Потому что если вы два индекса эпсилона переставляете Одна траспозиция, у вас знак минус появляется Следовательно, вся вот эта комбинация должна быть пропорциональна Эпсилону, мю 1, мю 2, мю 3, мю 4 Потому что появляется знак минус при перестановке любых двух индексов мю То есть это есть Эпсилон, мю 1, мю 2, мю 3, мю 4 И что еще коэффициентам? Что возникает? Не помните? Ну и кобиан в данном случае, это что такое будет? Кобиан, это что такое? Определитель детерминант просто возникает, да? Здесь возникает детерминант, детерминант лямбда Детерминант лямбда, да? А если вы собственные преобразования смотрите То детерминант единички равен, да? Детерминант единички будет равен Соответственно, у вас эпсилон также будет инвариантным тензором То есть у вас в собственной группе Лоренца У вас же меню и эпсилон, это два инвариантных тензора А относительно отражений пространственных Если вы в качестве лямбда взяли пространственное отражение, да? У вас детерминант чему равен? Минус единицы, да? Поэтому видно, что тензорный закон вам преобразования эпсилона Привел к минус эпсилону, да? То есть он себя в этом смысле как псевдотензор ведет, да? Понятно, почему он псевдотензор называется? Потому что если у вас пространственное отражение То лямбда выглядит как? Как 1 минус 1 минус 1 минус 1, да? Верно? Вы пространственные координаты отразили Время оставили на месте Детерминант будет равен, соответственно, минус единички Ладно Про гамма-5, значит, я поговорил Про эпсилон вам напомнил Теперь давайте вторая задачка Вторая задачка Это следы След мы будем обозначать как Trace по-английски Иногда обозначают как Sp, шпур, да? Но поскольку это обозначение Оно еще используется В некоторых групповых рассмотрениях То я вот второго обозначения Обычно предпочитаю избегать Вот давайте посмотрим на разные следы Начнем с того, что Рассмотрим в четырехмерии Да, у нас в четырехмерии сейчас будет D равно 4 Первая задача Это след от четного От нечетного числа Мюл 2 Н минус 1 От нечетного числа Галломатрицы Да? Чему равен? Нулю равен Да? Ну, сейчас вспомним, как доказывается Второй Вторая задача Это общая формула Для Для следа Рекуррентная формула То есть след от произвольного числа Гамма мю 1 Гамма мю n Да? Гамма мю n Как его можно вычислить? Если здесь произвольное число Гамма матрицы Если это нечетное число Гамма матрицы То и вычислять ничего не надо Это ноль Правильно? Из первого пункта Если это четное число Гамма матриц То давайте докажем Вот такую формулу Рекуррентную То есть пункт B Это доказатель рекуррентную формулу Что это и сумма По И Меняется От 2 До n Здесь стоит G Мю 1 Мю i Да? А здесь стоит след От Меньшего числа гамма матриц То есть след от Гамма матриц От вот этой конструкции В которой я вычеркнул Гамма 1 И вычеркнул Гамма i Я это так отмечу Гамма мю 1 Со шляпкой С такой Его здесь нет Шляпкой обозначает То что Этой гамма матрицы Здесь нет Гамма мю 2 И так далее Дальше у вас есть Гамма мю i Его здесь тоже нет В этом следе То есть можете просто Его Не знаю Шляпкой Или зачеркнуть Его как-нибудь В математике Часто шляпой обозначает То что у вас Отсутствует Да? Здесь под знаком трейса Гамма мю n И еще Минус 1 Куда бы мне ее Написать Я ее вот сюда Лучше напишу Уже Мю 1 Мю i А здесь стоит Минус единица В степени i Да? То есть что здесь написано Смотрите внимательно В левой части Стоит след От n Гамма матриц Да? А в правой части Стоит след От n Минус 2 Гамма матриц Да? То есть это рекуррентное Соотношение Которое вы можете Теперь Применить К вот этому следу Да? Потом к тому следу Который у вас возникнет И так далее То есть И в конечном счете Вы придете К следу От единичной матрицы Правильно? След от единичной матрицы След от единичной матрицы Чему район? Четырем Да? То есть видно Что вот это Соотношение Рекуррентное Оно позволяет вам Последовательно Вычислять Вычислить След от любого числа Матриц Да? Значит я обращаю Ваше внимание Вот теперь Постарайтесь Представить Всю вот эту Рекуррентную процедуру Вот вы первым шагом Убили две гамма-матрицы Да? От своего злодейства От этого убиения Получили Ж Мю 1 Мю и Да? То есть убили гамма-матрицу Гамма-мю 1 И гамма-ми Их вот между собой Спарили Получили Ж Да? Теперь если вы будете Применять Вот эту формулу К вот этому следу Где уже Н минус 2 Гамма-матрицы Стоит Да? Вот этот след Он у вас Снова распадется На сумму Да? Правильно? Сумму Теперь уже По По Ж По Ж Который меняется Там От 3 до Ну не знаю До Н От 3 до Н минус 1 Да? От 3 до Н минус 1 Вот И здесь снова будет Ж Скажем Мю 2 Если индекс И не равен 2 Ж Мю 2 Мю Ж На след Первоначальный след Где нет уже Четырех гамма-матриц Да? Вот я так вот Символически его обозначил Четыре гамма-матрицы Уже здесь отсутствуют Правильно? Отсутствует Вторая И житая И житая Вторая И житая Отсутствует Первая Итая Вторая И житая Да? Вот здесь вот Отсутствует Первая Итая Вторая И житая Да? То есть я Исходную формулу Рекуррентную применил Теперь ко второму следу То есть у меня здесь возник след Где На четыре гамма-матрицы меньше Да? Ну и минус единица В степени В степени Ж Так же Так же возникло Да? Понимаете, да? Что я делаю? То есть я Ту же формулу Применяю Рекуррентно Каждый раз у меня От каждого спаривания Вот такого Возникает Ж Соответствующими индексами Вот здесь я спарил Мю 1 И мю и Да? И возникло Ж Мю 1 Мю и Да? А здесь гамма-матрицы исчезли Потом я спарил Мю 2 И мю Ж Да? И здесь гамма-матрицы исчезли А Ж возникло Да? То есть в конечном счете Если я всю эту процедуру Доведу до конца То есть уничтожу все гамма-матрицы Под следом Да? То есть у меня возникнет сумма От чего? Произведение Метрических тензоров Правильно? Метрических тензоров От всевозможных спариваний Правильно? От вот этих всевозможных спариваний Когда я вот так вот Суммирую по всем спариваниям Я перебираю все возможные спаривания Которые здесь возникнут Да? То есть можно Как это написать? Так несколько сложно Но сейчас постарайтесь понять Что я пишу Вот у меня есть индексы Мю 1 Мю 2 Мю 3 Мю 4 Побольше напишу Мю 5 Мю 6 Мю 7 И так далее Мю n Да? Мю n Вот у меня В результате применения Моей рекуррентной процедуры До самого конца То есть до того момента Пока я получу Трейс единичной матрицы У меня возникнет сумма По всевозможным спариваниям Вот давайте я это спаривание Напишу Какие они бывают Например Этот индекс у меня Спарился с вот этим Да? Этот с вот этим Этот с вот этим Этот с вот этим Да? И вот Одно спаривание Дает вам Один член В конечной сумме Правильно? Один член В конечной сумме Поэтому полный ответ Можно записать В таком виде Смотрите То есть в результате Применения рекуррентной процедуры До того момента Пока вы получите четверку Это есть вот такая Формула Мы ее сейчас с вами Как раз будем доказывать Да? То есть второй пункт B Это доказательство этой формулы Получится четверка Четверка от Конечного шага Когда вы возьмете Трейс от единичной матрицы Да? Сумма Сумма Вот здесь возникнет На каждом шаге Применения рекуррентной процедуры У вас идет суммирование Правильно? Суммирование по I По G К, L И так далее Вот эту всю сумму Можно ее переписать В таком виде Это сумма По Множеству всех Множеству всевозможных спариваний Вот P P Это множество всевозможных спариваний N элементов P Это множество всевозможных спариваний P элементов А P P Это подстановка Да? То есть P Выглядит вот таким образом Глядите P Это есть 1, 2, 3, N А здесь стоит P1 P2 P3 PN То есть Каждая подстановка Отвечает Какому-то спариванию Да? То есть Я вот нарисовал здесь спаривание Да? Этому спариванию Я должен сопоставить Некую подстановку Из Множества подстановок Да? Вот P Это множество подстановок Отвечающих Спариванию Конкретному спариванию А как она строится Эта подстановка Вот глядите Как она строится То есть Как определяется Множество P То есть Это множество подстановок Да? 1, 2, N P1, PN Обладающих Вот таким свойством Вот на конкретном Этом примере Вот я двигаюсь Слева направо Да? Первый Я спариваю Первый и четвертый элемент Вот я пишу Здесь P1 А здесь пишу P2 P2 Первый и четвертый Дальше я двигаюсь Слева направо Дальше у меня идет Второй элемент И пятый элемент Здесь я напишу P3 И P4 Да? Дальше двигаюсь Слева направо У меня не спарен И третий элемент Да? То есть здесь будет P5 С кем он у меня спарился? С седьмым Да? И P6 И P6 Дальше Двигаюсь слева направо Мн4 Но Мн4 уже я посчитал Он уже спарен Дальше Мн5 Я его уже посчитал Он снова спарен уже Да? Был у меня Он уже посчитан То есть следующий у меня идет Мн6 Значит Мн6 Это будет P7 И он у меня спарился С каким-то с n Я здесь нарисовал Значит P8 Да? То есть моя подстановка Которая отвечает Вот этому конкретному спариванию Она будет выглядеть как? То есть P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Мн Да? Первый элемент у меня перешел в первый То есть P1 это единица Да? Теперь P2 это что такое? P2 Четверка П от 3 Это что такое? Двойка Да? P4 Пятерка П от 5 Тройка Правильно? П от 6 7 П от 7 П от 7 6 П от 8 П от 8 М Правильно? П от 8 М И так далее Да? То есть видите я по Вот такому правилу Вы Ухватили как я Как я правило пишу Да? P1 С кем спаривается? P2 Дальше двигаюсь Слева направо P3 С кем спаривается? P4 Двигаюсь слева направо P5 Кто он у меня? P6 Да? Ну так вот То есть подстановка Подстановка Вот эта P Она удовлетворяет Какому соотношению? Что P2i-1 Меньше чем P2i Всегда То есть предыдущий Нечетный Меньше чем Следующий Четный Чем следующий Четный Правильно? Предыдущий Нечетный Меньше чем Следующий Четный Предыдущий Предыдущий Нечетный Меньше чем Следующий Четный Правильно? Предыдущий Нечетный Меньше чем Следующий Четный То есть это число Меньше этого Это меньше этого Это меньше этого Всегда Почему? Потому что я всегда Двигаюсь Слева направо Когда спаривание свое записываю Двигаюсь слева направо И кроме того Поскольку я всегда двигаюсь слева направо То следующий нечетный Всегда будет больше чем предыдущий нечетный P2I плюс 1 Следующий нечетный Всегда больше чем предыдущий нечетный Следующий нечетный Всегда больше чем предыдущий Следующий нечетный всегда больше, чем предыдущий Следующий нечетный всегда больше, чем предыдущий Почему? Потому что я когда вот таким манером записывал подстановку Я двигался слева направо Значит, у меня возникнет в результате применения рекуррентной процедуры Сумма по всем моим подстановкам Каждая подстановка отвечает спариванию Возникнет минус единичка в степени знак моей подстановки А здесь от каждого спаривания у меня возникло g меню Правильно? g Вот я его и запишу как произведение И от единицы до n пополам А здесь стоит g ню ню с индексом p2i-1 ню p2i То есть от каждого спаривания у меня возник g И каждое конкретное спаривание реализации Имеет знак минус единица в степени знак подстановки То есть вот такая общая формула То есть мы вот с вами сейчас написали общую формулу Для трейса произвольного числа матриц Вот этого, наверное, у вас не было, насколько я понимаю Ну вот давайте вот это попробуем доказать Но прежде чем доказать, я еще хочу вас немножко помучить Относительно вот этих перестановок Сколько их? Вот у вас есть n индексов Вы уже договорились, что n это четное число Потому что если они не четные, то трейс равен нулю Если у вас есть n индексов, то сколько у вас спариваний таких будет? Сколько их существует? Ну вот всего различных перестановок n элементов у вас Сколько? То есть если бы здесь суммирование шло не по множеству p А по множеству всех перестановок n элементов То их сколько всего было бы? n факториал Значит я должен это разделить на что? Вот внутри каждого спаривания Внутри каждого спаривания вот эти индексы я могу переставлять местами Правильно? g это симметричный тензор Правильно? То есть внутри спаривания могу переставлять Значит это будет деление на что? На двойку Двойка на каждое На каждое g И сколько их у меня штук? n пополам Правильно? Вот эти g в произведении у меня n пополам Поэтому два степени n пополам n пополам Это я переставляю индексы внутри g Правильно? А я могу еще g переставлять друг с другом Правильно? То есть одни же с одними индексами Переставлять С другими же с теми же самыми индексами Правильно? То есть это будет то же самое спаривание То есть я на что еще поделить должен? То есть я мог записать Смотрите Мог записать g мю 1 мю 4 умножить на g мю 2 мю 5 Это один способ А мог написать g мю 2 мю 5 умножить на g мю 1 мю 4 Это то же самое спаривание Тот же самый кусок спаривания Но различные подстановки n пополам факториал, конечно То есть вы должны Каждое из этих g Переставлять друг с другом n пополам факториал Пополам делится Потому что n четное у нас То есть вот такое множество всех Это есть мощность Множество всех Всех спариваний Вот я вам тут говорю Спаривание, спаривание, спаривание Это на что похоже? На теорему Вика Правильно? То есть это То что здесь написано На самом деле Это в точности есть теорема Вика Для фермионных операторов Рождение и уничтожение То есть если бы у вас стояло Среднее по вакууму Среднее по вакууму От t произведения фермионных операторов f1 от x1 fn от xn Среднее по вакууму Я для простоты пишу Среднее по вакууму В теореме Вика Чтобы избавиться от членов С нормальным произведением Вы теорему Вика помните? Теорема Вика говорит вам Что t произведения операторов Это есть нормальное произведение От суммы всевозможных спариваний Одинарных, двойных, тройных и так далее Помните, да, это? Вот если я ставлю В обкладках вакуум То члены, где у меня Не все спаренные операторы Они зануляются В силу определения нормального произведения Нормальное произведение Это когда все операторы Рождения стоят слева Уничтожение справа То есть действуете на вакуум И получаете ноль То есть если я рассматриваю Фермионные операторы Вот эти f Это либо фермионный Оператор а Либо окрест Либо б Либо б окрест То есть только такие операторы Полевые То я получу Точно такую же формулу Как здесь Это будет сумма По вот этому множеству p По множеству всех перестановок Дальше будет стоять Минус единица в степени сигма от p А здесь будет произведение И от единицы до n пополам n пополам А здесь будет стоять Среднее по вакууму От t произведения двух операторов f С индексом p2i-1 f С индексом p2i Вакуум закрылся Это закрылось А это есть не что иное Как величина Обычно связанная с пропагаторами То есть вот вам теорема Вика Она обычно и говорит Как t произведения От большого набора операторов Сводится к произведению пропагаторов Правильно? То есть к парным К парным корреляторам Парным t произведениям Вот это у вас парный коррелятор Да, здесь только две Две функции Одна и вторая Да Вот То есть мы получаем Что гомоматричное Вот взятие трейса От гомоматриц Имеет полную аналогию С тем, как вы используете Теорему Вика Ну такая Очень Необычная аналогия Так Ну давайте докажем Первый и второй пункт А потом перейдем К следующим Пунктам Сейчас я про Вот это Беру Немножко место Освобожу Давайте к доске Идите Кто хочет Эльдар Давайте вы идите Ну вот Начнем таки С первого Да Соотношения С вот этого Соотношения В общем-то Так Если ничего не знаешь То немножко Немножко Трудно Его Его доказать Но мы с вами Хитрые уже И до этого Говорили про Гамма-5 Да Как у Станиславского Если ружье висит Где-то То должно выстрелить Да Вот я ружье уже повесил Поэтому Давайте вспомним Некие свойства Гамма-5 Гамма-5 В квадрате Чему равно Единицы Да Потому что Гамма-5 В стандартном базисе Выглядит Если это Игамма-0 Гамма-1 Что это 0 1 1 0 Да Молодец Помню Вот так она выглядит Да Просто выглядит Если в квадраты И возведете Так же как Матрицу Сигма-1 Да Получите единицу По той же аналогии Я квадрат забыл Спасибо Кроме того Гамма-5 важна чем? Что гамма-5 Гамма-μ Антикоммутирует Да То есть она антикоммутирует Со всеми матрицами То есть если вы гамма-5 Переставляете Появляется знак минус Да Отлично Вот давайте Эти два факта Попробуем Вот в трюке собрать То есть во-первых Мы можем Впихнуть сюда Единицу Написать что здесь Стоит единица Да Единица это Гамма-5 на гамма-5 Да Кроме того У нас еще есть Такой алгебраический факт Который я надеюсь Вы помните Что под знаком Матричного следа Вы можете Матрицы Циклически Переставлять Правильно? При этом никаких Знаков минусов Вы не зарабатываете Просто циклически Переставляете и все То есть теперь Мы можем Воспользоваться Вот этим вторым Соотношением Да Попробовать Гамма-5 Перетащить Вот в эту позицию Да То есть сколько раз Я должен Проантикоммутировать 2n-1 Да Значит у меня будет Минус 1 Минус 1 Вот это В степени 2n-1 То есть это что такое? То есть я 2n-1 раз Заработаю Минус 1 Значит общий знак Будет какой? Минус Минус Пожирнее его Напишите Чтобы видно было А теперь вспоминаем Про вот это Алгебраическое Свойство Что под знаком следа Вы матрицы Можете циклически Переставлять Когда вы ее Догнали Гамма-5 До самой Крайней Правой позиции Вы теперь можете Циклически ее Переставить Правильно? Назад И получится что? То что минус Останется Да Правильно То есть получится Исходное выражение Со знаком Минус То есть получилось Что исходное выражение Равно самому себе Со знаком Минус Такому замечательному свойству Если отбросить Моральные категории Моральные объекты Удовлетворяет только Число 0 Правильно? То есть это равно 0 Равно 0 Написали Отлично Доказываем вот это соотношение Что это равно вот этому Это более просто Да Что нужно сделать С исходным трейсом? Вот глядите У вас здесь стоит G, гамма 1, гамма i То есть гамма 1 Гамма мю 1 У вас Что-то сделало Последовательно С каждой матрицей Вот что она сделала? У тебя до конца отошли Прантика мутировала Да То есть вы берете гамма мю 1 И с помощью Антикоммутационного соотношения Которое я стер Антикоммутируете Гамма 1 Так же в конец Да? А потом циклически Переставляете Вот давайте это делайте Я пока за мелом скажу А вот мел есть Не надо ходить Ну вы напишите так Чуть-чуть поподробнее Гамма мю 1 Гамма мю 2 И так далее Гамма мю 1 Так получается мы сейчас просто в конец и переставляем Ну последовательно делать Потому что мы так сразу не сможем написать То есть гамма мю 1 Гамма мю 2 Переставляем местами Что получится? От антикоммутатора Куда-нибудь его написать? Еще раз Вот у вас есть Гамма мю 1 Гамма мю 2 Это есть Гамма мю 1 Мю 2 Минус Гамма мю 2 Мю 1 Мю 1 Так, а здесь Угу Вот у вас уже один член возник этой суммы Первый Г мю 1 Мю 2 Да, когда и равно двойке Правильно? Его можем отдельно написать Вот этот член Его пишем Как бы отдельно пишем Да То есть 2G Мю 1 Мю 2 На трейс От На 2 Меньшее число гамма матриц Да То есть гамма мю 3 И так далее Да Угу Так А с вот этим товарищем У вас Мю 1 Теперь во второй позиции То есть вы его должны переставить С кем? С мю 3 То есть получите в результате Точно так же 2G Да Чуть-чуть посильнее На мел давите Чтобы видно было Да Теперь он Мю 1 зацепил Мю 3 Поэтому будет G мю 1 Мю 3 А трейс От всего что осталось Что осталось? Осталось Нет Осталось гамма 2 У вас вначале было гамма 2 Да Осталось гамма 2 Гамма 4 И так далее То есть опять на 2 Меньшее число Да И прибавить Прибавилось Прибавился трейс Где Мю 1 переместилось На две позиции То есть сначала Мю 2 Потом Мю 3 Да Мю 2 Мю 3 Мю 1 Да Это аналогично Переставляем Да Опять возникнет Плюс 2G Да Мю 1 Мю 4 Да Поэтому давайте Сразу напишем Многоточие Здесь многоточие И напишем Последний наш шаг Когда мю 1 Окажется Когда мю 1 Окажется В самой крайней позиции Да То есть во-первых Возникнет вся вот эта сумма Да Она в точности Равна тому Что здесь написано Правильно Посмотрите внимательно Только с коэффициентом Двойка Правильно Вот еще раз Посмотрите на правую часть И убедитесь Что это именно то Что вы получите В результате Такой процедуры Протаскивания Мю 1 Гамма мю 1 Вправо Ну можете Это символически Написать так Или явно Как хотите Здесь минус По сути же Смотря какое Это сколько Да А n у нас Не n мы знаем Что n у нас Четное n у нас Четное Да То есть последний Будет Последний Будет плюс Правильно Вот напишите Повернее Плюс Последний Будет плюс Мю 1 Мю n И трейс Чего Мю 2 И так далее Без Последнего нет То есть Мю n Минус 1 Да Мю n Минус 1 Это ваше слагаемое И Кусок Когда гамма 1 Стоит в правой части Он со знаком минус Всегда Потому что Здесь плюс Минус Трейс Вот Исходный трейс Райен Вот этой комбинации Вот эта комбинация Да С точностью До последнего Слагаем В точности Совпадает с тем Что у вас написано В правой части Правильно Только двойка Еще впереди стоит Теперь Что мы делаем Что мы видим С вот этим Мю 1 Здесь стоит Мю n Для красоты Напишите его Еще Мю n Теперь Вот этот Мю 1 Что можно сделать Можно перетащить По циклу Под знаком следа В начало То есть Вы получите Исходный след Да И он у вас Со знаком минус Поэтому вы его дальше Что Переносите В левую часть И делите на два Правильно За счет того Что они одинаковые Делите на два У вас исчезает Вот эта двоечка Правильно И получаете В точности ответ Напишите его Еще раз Чтобы вы его запомнили Понятно Что происходит Достаточно Тривиально Все Да Ага Здесь Нету первого Но их надо написать Потому что Они могут Нету Гамма мю 1 И гамма мю 2 Со шляпой Гамма мю 1 Нету И гамма мю 2 Нету Где-нибудь посередине Его можно написать Отлично То есть Переход отсюда Сюда мы доказали Простым антикоммутированием Теперь Вот это То что я вам написал Да В некотором смысле Когда я вам это Писал Так достаточно подробно Объясняя Как подстановка устроена Это и было Конструктивным Доказательством Да Потому что вы В результате применения Рекуррентной процедуры Будете всегда Получать произведение Вот этих же Да А вот в этом суммировании Вы всегда переберете Переберете все Ваши спаривания Правильно Это очевидно Или не очень Что вы все спаривания Переберете Что вы все Множество Переберете Да Вот вы берете Конкретное Какое-то спаривание Да И оно отвечает Члену В этой сумме Какому Вот Вот мю 1 У вас спаривался С мю 4 Да Какое-то произвольное Значит И у вас будет Равно 4 Да А когда я применяю Теперь к этому следу У меня Ж Будет равно Чему 5 Правильно 5 В следующей сумме От меньшего числа У меня К Индекс Следующей суммы Будет начинаться От 3 И Равен И равен И равен 7 Да То есть Для каждого Спаривания У меня Будет соответствующий Член В Вот этой Кратной сумме Которая у меня Возникнет После Рекуррентного Применения Применения Этой процедуры Да Ну Чтобы более Аккуратно Доказать Не так вот Руками размахивать Можно метод Матиндукции Применить Да Ну Давайте этим Заниматься не будем Я надеюсь Вы поняли Да Как вот это Как вот это Строится Если кто-то Хочет чуть более строго Чем вот я сейчас На словах сказал Методом матиндукции Можно доказать Да Переход отсюда Сюда Матиндукции Еще раз Обращаю внимание Что есть аналогия С теоремой Вика Да Отлично Давайте Дальше Продвинемся По второй же Задаче Пункт В Давайте Немножко Вот эту формулу Вторую Попробуем Применить Вот если у вас Есть трейс От двух Гамма-матриц Гамма-мю-1 То что вам говорит Вторая формула Сколько у вас членов будет В этой сумме Две матрицы стоит Один член будет Правильно У вас Н равно Двум То есть И меняется От двух До двух Да И этот член будет Ж Да Ж-меню На трейс Всего что у вас Стояло раньше Последом без Без этих двух Гамма-матриц То есть трейс Единичной матрицы То есть Какой ответ будет 4G-меню Правильно 4G-меню Или тоже Соотношение Можно переписать Как трейс А на B Со шляпами Чему равен Стоит А со шляпой Б со шляпой 4 скалярных Произведения 4A на B Вот так Отлично А трейс От 4G-матриц Вот это обязательно Помните Это мы много раз Будем использовать Поэтому Трейс Мю 1 Мю 2 Мю 3 Мю 4 Точно так же Пользуемся Нашим вот этим Соотношением Да Вот этой формулы То есть Будет идти Сумма Да Где я спариваю Мю 1 Мю 2 Мю 3 Мю 4 Мю 1 Мю 2 Мю 1 Мю 3 Мю 1 Мю 4 Да Вот Мю 1 Мю 2 Мю 1 Мю 3 Мю 1 Мю 4 Да А здесь стоит след От меньшего числа Гома-матриц Где нету Мю 1 И мю и т Этот след Мы уже посчитали В предыдущем пункте А с чему ответ Будет равен 4G-м Мю 4 Во-первых Да 4 Сколько слагаемых будет 3 Да И равно 2 3 и 4 От И равно Равного 2 Какой вклад будет Да Да G-мю 1 Мю 2 И G Какое Мю 3 Мю 4 Да От трейса Двух гома-матриц От вот этого трейса Который здесь Теперь уже с двумя матрицами Будет G-мю 3 Мю 4 Да Следующая слагаемая Когда И равно 3 Оно с каким знаком С минусом будет Да Знак минус Как оно выглядит Ильдар Мю 1 Мю 3 G-мю 1 Мю 3 G Какое Мю 2 Мю 4 Да И последняя слагаемая Оно со знаком Плюс Плюс Евгений Как оно выглядит G-мю 1 Мю 1 Мю 4 Мю 1 Мю 4 И G Мю 2 Мю 3 Правильно Оставшиеся индексы Мю 2 Мю 3 Вот Вы наверное Уже Это соотношение Получали Да В прошлом году То есть у вас Есть спаривание Такое Такое Со знаком Плюс Такое 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 Со знаком Минус И такое 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 Со знаком Плюс Да То есть если теперь это переписать Для объектов со шляпой Trace A B C D Чему это равно Варазда 4 На Каких A B C D Со знаком Плюс Да A B C D Дальше A C B D Молодец A C B D И Плюс A D B C Молодец A D B C Вот Если у вас 6 гамма матриц Возникло 6 гамма матриц То можете Сразу Брать И теоремой Вика Теоремой Вика Пользоваться Писать Всевозможные Спаривание И писать Ответы Либо Либо Воспользоваться Вот этой Формулой Помня Чему равен След от 4 гамма матриц Правильно Вот если у вас будет След от 6 гамма матриц Сколько у вас Различных Слагаемых Возникнет Вот здесь Вот здесь Вот их было 3 Да А если у вас 6 гамма матриц То сколько Слагаемых Вот мы Считали Множество Всех Мощность Множества Всех Спариваний Мы считали То есть я должен Что сделать 6 факториал Поделить На Это вы уже ответ Говорите Да Не знаю Давайте посчитаем На 2 в степени 3 Правильно И на 3 Н пополам Факториал 3 факториал Правильно То есть это будет Сколько Это будет 4 на 5 На 6 Поделить На 8 Да 4 на 5 На 6 Поделить На 8 Будет 15 Правильно 15 Правильно Почитали То есть будет 15 15 Слагаемых И вы их Вот помня про теорему Вика Вы их можете сразу Без труда писать Прямо сразу Рисуете какое-то Спаривание И сразу для него Пишите Пишите соответствующий Вклад Да Единственное Над чем надо подумать Это над знаком Подстановки Еще раз напоминаю Что знак подстановки Это минус Единица в степень Число транспозиций То есть парных Подстановок Переводящих вам В единичную подстановку Все Окей То есть Вот эти вот следы От 2 От 4 Пожалуйста Запомните Они нам Понадобятся Теперь немножко Поговорим про Нулевые Нулевые следы Так Вот это я наверное Сотру Абвг След от Одной гамма матрицы Чему равен Нулю Откуда это видно Из того Что нечетное число Гамма матрицы Правильно Одна гамма матрица Это нечетное число Поэтому это Весь 0 Это есть 0 Если я возьму След от Матрицы Гамма 5 Чему это равно Тоже нулю Тоже нулю А это откуда следует Там 4 разных Гамма матрицы Да У вас стоит 4 разных Гамма матриц Поэтому Воспользовавшись Теоремой Вика Да У вас будет Спаривание Где Уже Уже Да Будут все разные Индексы Да Первый, второй Треть, четвертый То есть вы будете У метрического тензора Брать Всегда не диагональные Вот в этой Вот в этом произведении Метрического тензора Всегда будете брать Не диагональные элементы Это 0 Правильно То есть очевидно Что это 0 Ну и из явного вида В общем-то тоже очевидно Потому что у вас На диагонали стоят Стоят 0 Дальше Трейс От Гамма Гамму-гамма-5 Чему равен Сколько гамма-матриц Под следом 5 5 штук 5 нечетное число Поэтому 0 Чуть-чуть посложнее Трейс От Гамма-мю Гамма-ню Гамма-5 Чему это равно Точно так же Представьте Что ваше гамма-5 По определению Это и Гамма-0 Гамма-1 Гамма-2 Гамма-3 И вы начинаете Вот этот след И Гамма-0 Гамма-1 Гамма-2 Гамма-3 Гамма-мю Гамма-ню Начинаете его Считать По Теореме Вика То есть Всевозможные спаривания Смотрите Правильно? У вас в каждом спаривании Какое бы вы не написали Спаривание Это с этим Это с этим Это с этим Да? Любое Любое Подстоит Произведение Трех Метрических Тензоров Правильно? Например Здесь стоит G03 G1 Мю G2 Мю Правильно? Верно? И что вы можете сказать Про эти произведения? То, что Наверное Будет точно Альбер Всегда Будет У вас всегда Из вот этих Гамма-5 Будет Пара С друг С другом Спарена Правильно? То есть Всегда будет Офф Диагональный Член метрического Тензора В данном случае 0,3 А это 0 Правильно? То есть Всегда будет Входить Недиагональный Член метрического Тензора Верно же? Поэтому Это тоже 0 Это 0 Видите Вот это Рассуждение Вот эта теорема Которую мы с вами Доказали Она достаточно полезна Вот можете Быстро Смотреть Что 0 Что не 0 Еще немножко Занудство Если их 3 Гамма-мю Гамма-ню Гамма-альфа Гамма-5 То это что такое? 0 Потому что Потому что Их нечетное число Да? Гамма-5 Это 4 Гамма-матрица Еще 3 То есть 7 штук И нечетное число И наконец-то Не нулевой след Первый С гамма-5 Это гамма-мю Гамма-ню Гамма-альфа Гамма-бета Гамма-5 То есть у вас здесь 4 матрицы И здесь тоже 4 матрицы есть Да? Вот так же Можем начать Анализ С Вот этого С теоремы Вика Да? С нашей То есть у меня будет спаривание То есть это есть трейс Гамма-мю Гамма-ню Гамма-альфа Гамма-бета А гамма-5 Это и Гамма-0 Гамма-1 Гамма-2 Гамма-3 Да? И этот след равен сумме Всевозможных спариваний Правильно? Всевозможных спариваний Где в каждом спаривании Стоит 4 метрических тензора Отвечающих Конкретному Спариванию Скажем Это с этим Это с этим Это с этим И вот это с вот этим Да? Ну я для примера нарисовал Да? Будет 4 4 метрических тензора Да? Теперь чтобы эти 4 метрических тензора Давали ненулевой вклад Какими у вас должны быть Индексы Мю, ню, альфа, бета? Ну? Они должны быть всегда разными Все индексы должны быть разными То есть среди индексов Мю, ню, альфа, бета Чтобы получился ненулевой вклад Обязательно должен быть 0, 1, 2 и 3 Правильно? 0, 1, 2 и 3 Вот Если вы теперь Переставите Любые 2 индекса Например Вместо вот этого следа Рассмотрите след Где здесь Я на место мю поставил альфа На место альф поставил мю Да? То вот этот след Как будет отличаться От первоначального От первоначального Минусом Потому что у вас возникла Одна транспозиция Да? Ваших индексов И вот за счет Этой транспозиции У вас знак минус возник Да? То есть вы что поняли? Что во-первых Все индексы В вашем следе Должны быть Разные Да? Ню, ню Альфа, бета Да? Все должны быть разные Если хотя бы два одинаковых То это ноль Да? А дальше Если вы меняете Два этих индекса Любые два индекса То у вас меняется знак Результата Правильно? Следовательно Ответ чему пропорционален Должен быть? Эпсилон Эпсилон Потому что это есть Свойство эпсилона Да? То есть вы поняли Из того, что все индексы разные И из того, что у вас При перестановке индексов Меняется знак За счет вот этого Минус единица В степени Сигма от П Да? У вас Возникла одна лишняя транспозиция Когда вы поменяли Два индекса Да? У вас Получается Что это есть Какая-то константа На эпсилон Мю Ню Альфа Бета Какая-то константа А Как эту константу найти? Проще всего Да Можно свернуть Еще с эпсилоном С эпсилоном Свернуть с эпсилоном Здесь образовать Гамма 5 Давайте Найдите эту константу А мне скажете Чему нравится Можете ответ написать сразу А? Можно же просто Взять индекс Да, правильно А можно еще проще сделать Можно Раз вы знаете Конкретную структуру ответа Можете написать Частный случай На частном случае Выделить вот этот Скалярный коэффициент впереди Да? Частный случай 0,1,2,3 Да? В качестве мы могли бы взять 0,1,2,3 Тогда у вас здесь будет единичка А здесь Как это с гамма 5 связано? Ну это Получается На 1 Разделить Да, да, да Разделить умножить Ну получается На 10 4 на 9 Скоро Угу Еще Трейс гамма 5 на гамма 5 Это что такое? Ну 4 4 написали Да? Да То есть получается Что а равно чему? Минус 4и Минус 4и Минус 4и, да Все такое соотношение А равно минус 4и Да Вот и все Угу Отлично Ладно Давайте Последнюю По этой задаче Есть вопросы? Здесь мы следы считали Да? Да, такой несколько общий подход К вычислению следа Опять же Если надо вычислить какой-то след У вас и соответствующая процедура Есть в В пакете математики Вопросы есть какие-нибудь? Все понятно? Третья задача Наверное последняя на сегодня Третья задача Давайте ее назовем так Соотношение полноты Соотношение полноты У нас будет сейчас Четырехмерия То есть размерность Д равно 4 И в этой задаче Нам нужно доказать Такое соотношение Доказать Это соотношение Нам потом Пригодится Много-много семинаров Позже Сейчас мы его просто Тренируемся На алгебраическое Учисление Доказательства Да? Вот такое соотношение Гамма-мю Гамма-альфа Гамма-ню Произведение Трех гамма-матриц Да? Произведение Трех гамма-матриц Я могу представить Вот в таком виде Это есть g-мю-альфа На гамма-ню Минус g-мю-ню На гамма-альфа Плюс g-альфа-ню На гамма-мю Плюс И Эпсилон Мю Альфа Мю Бета Гамма Бета Гамма-5 Вот такое соотношение Доказательное 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 Выглядит оно Довольно Довольно сложно Да? Довольно сложно Выглядит Прежде чем Доказательное Немножко Поговорим О соотношении Полноты В пространстве Матриц 4х4 Вот у вас есть Маточное кольцо Матриц 4х4 Какой там базис Можно выбрать? Сколько Элементов в этом базисе? 16, правильно? То есть любую матрицу 4х4 вы можете разложить по 16 базисным матрицам Их можно по-разному представлять Например, можно представить эти базисные матрицы как с одной единичкой в какой-то позиции Остальные все нули Вот таким образом Так вот, в качестве этих 16 матриц нам удобно будет выбрать следующий набор Давайте его так обозначим Гамма А, где индекс А пробегает значения от 1 до 16 Гамма А Это вот такой набор Во-первых, это единичная матрица Единичная матрица Дальше это матрица гамма 5 Это одна матрица, это тоже одна матрица Дальше матрица гамма мю Гамма мю, где индекс мю 0, 1, 2, 3 То есть их 4 штуки 4 штуки Дальше еще 4 штуки Это матрица и гамма мю гамма 5 Их тоже 4 штуки Индекс и пробегает 4 значения И матрица сигма меню Сигма меню это есть и пополам Коммутатор гамма мю гамма ню Вот такая матрица Сигма меню сколько разных штук? 6 Потому что у вас здесь стоит антисимметричная по индексам мю и ню комбинация То есть индекс мю может принимать 4 значения Тогда индекс мю 3 значения А в силу антисимметрии еще пополам нужно поделить 4 умножить на 3 пополам Это будет 12 пополам То есть 6 Ше значения Кроме того сигма меню Напоминаю вам из курса квантовой механики Что это еще и генераторы Чего? Генераторы группы Лоренца Генераторы лоренцевских преобразований То есть любое лоренцевское преобразование На спинорном представлении Вы можете представить как Лямбда 1,2 Представить как Е в степени Ну я не знаю как у вас там Нормировка была Скажем И на 4 Здесь какие-то параметры Омега меню 6 параметров Группа Лоренца 6 параметрическая А здесь матрица сигму меню То есть вот такие матрицы Они вам говорят как у вас спиноры преобразуются При преобразовании Хлоренца Вот если у вас есть спинор То при преобразовании Хлоренца Он преобразуется как Вот эта матрица Он умножит на Пси А здесь лямбда минус 1 от Х Где лямбда это не лямбда 1,2 А просто матрица преобразования Лоренца Для четырех вектора Х Правильно? Соответственно Пси с чертой Как преобразуется При преобразованиях Лоренца Это из гамма матриц построенная Матрица 4 на 4 Вот она действует на Пси Объект Пси с чертой Он именно такой вот несколько корявый Это не Пси крест У вас везде все выражения входят А Пси с чертой То есть это Пси крест И еще с гамма нулем дополнительным Зачем этот гамма нуль делся? Для чего? Как раз для того, чтобы у вас Пси с чертой преобразовывалось С помощью обратной матрицы С помощью лямбда минус 1 То есть это будет Пси с чертой Лямбда минус 1 х А здесь стоит Л минус 1 1 2 Правильно? Помните такое? Или не помните? Вот если так построите То у вас и возникает То свойство, что Пси с чертой х К Пси от х При преобразовании Хлоренца Преобразуется как Лямбда на лямбда минус 1 Съедается Преобразуется как скаляр Правильно? Скаляр Скаляр как преобразуется? Просто должны Х заменить на Соответствующий Преобразованный Х Да? Обратной матрицей Преобразованию Лоренца Кроме того Свойство вот этой Лямбда Построенной из сигму меню Да? Из сигму меню Оно еще Какое? Замечательное Что если вы Рассмотрите Лямбда минус 1 1,2 Гамма, мю Лямбда 1,2 То вот это чему равно? Это есть Лямбда Какой-то Мю альфа Да? То есть вот это Преобразование Лоренца На гамма альфа Да? На гамма альфа То есть в этом смысле Гамма матрицы Преобразуются как векторы Как четырех векторы Помните такое соотношение? Было у вас, да? Вот эти параметры Омега меню Это параметры Которые являются функциями От лямбды Да? Лямбда Это ваше преобразование Лоренца И вот Шесть параметров Которые туда входят Это Три буста И три поворота Да? Обычных трехмерных поворот Они вам Образуют шесть параметров Которые Сюда В эту омега меню Входят То есть у вас есть Шесть Антисимметричных Антисимметричных Параметров Задающих Преобразование Лоренца Спиноров Да? Из вот этих всех Соотношений Вы выводили Что Вот эта штука Преобразуется Как Скаляр Вот такая штука Преобразуется Как Кто? Как вектор Да? Как вектор То есть Переходит В лямбда Мю альфа На Пси Замма альфа Пси Да? И так далее Что Пси С чертой Гамма 5 Гамма Мю Пси Это кто у нас? Это псевдовектор Да? Если здесь просто Гамма 5 Стоит Это псевдоскаляр И так далее Да? При преобразовании Хлоренца Вот так вот Все преобразуется Да? То есть Сигма меню Это не простая Такая матрица Она имеет важное Значение Еще как генератор Да? Вот Значит Сколько мы всего Их получили Это 1 1 4 4 6 Всего 16 Да? То есть мы получили 16 разных Матриц Ну то что они разные Можно просто из явного вида Убедиться То что они разные Вот такой набор Удобен Чем? Смотрите Что если вы возьмете Трейс От гамма А То это будет 0 Да? Если только гамма А Не равна Единичной матрице То есть След от всех Вот этих Равен нулю Да? Это одно свойство Вот этого набора Другое свойство Другое свойство Этого набора Что если я возьму Гамма А Умножу ее на Гамма А На то же самое Гамма А Только с нижним индексом Да? То есть я здесь Соблюдаю ковариантность Например Здесь я беру Гамма Мю Умножить на Гамма Мю С нижним индексом Да? И по А Не суммирую Здесь нет суммирования По А Можете Не знаю Словами написать Суммирования нет То в результате Я получу Для всех членов набора Одно и то же число Равное Чему? Единицы Ну легко понять Один на один Один будет Единицы Еще раз подчеркиваю С учетом ковариантности То есть например Я вот здесь Беру На примере Вот этого Гамма 2 Умножаем На гамма 2 Снизу Да? Это что такое? Гамма 2 снизу Как связано С гамма 2 сверху? Знаком минус Правильно? Из метрического тензора Будет гамма 2 В квадрате А гамма 2 В квадрате Это что такое? Минус единица Это есть минус единица Да? Поэтому все вместе Будет единица Вы помните Что у вас Гамма 0 в квадрате Это есть Единичка Да? Гамма 5 в квадрате Это есть Что? Тоже единичка А гамма и в квадрате Чего равно? Минус единица Да? Откуда это я такое умное Все написал Сразу Не задумываясь Из коммутационного соотношения Конечно Одинаковые индексы Берете Скажем 0 0 Или И И получаете Что справа Стоит 2 метрических тензора В метрическом тензоре Либо единичка Либо минус единичка Да? Так что Помним Что гамма и в квадрате Это есть минус единица Короче Наш набор Он удовлетворяет Вот такому соотношению И еще вот такому соотношению Совсем замечательному Что трейс Гамма А Гамма Б Если я Разные матрицы Здесь возьму Из этих 16 Скажем Отсюда какую-то И отсюда же какую-то Другую Из этих 6 То это будет 4 дельта АБ 4 дельта АБ То есть Вот этот набор Такой приведенный Он В некотором смысле Так Ортонормированный Это конечно Некорректное Применение Термина Но я имею ввиду Под этим То что выполнены Эти соотношения Да? Ну в них можно Явно убедиться Это Некое Некое дело Эльдар уже выпал Но Это не сложно Да? Мы этим заниматься Не будем Это неинтересно Главное что вы Видите что есть 16 штук И что они в принципе Образуют полный набор Да? Раз они образуют Полный набор То мы Можем Любую Любую матрицу По ним разложить Правильно? Любую матрицу По ним разложить Ну а давайте Эльдар Идите и попробуйте Любую матрицу По ним разложить Вот у вас есть Какая-то матрица Гамма Матрица 4 на 4 Да? И мы можем Эту гамму Представить Вот мел Кусочек мел Осталось Представить как Сумма 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 Каких-то коэффициентов СА На гамма Правильно? Сумма По А От 1 до 16 То есть мы можем Разложить Любую матрицу 4 на 4 По нашему базису От 1 до 16 А меняется Да? А здесь стоит Гамма А На СА Да? На СА СА это какие-то числа Да? Как мне эти числа Найти? Вот я неспроста Приводил вам Свойства Моего набора Да? Они вам понадобятся Сейчас Вот как эти числа Можно было бы найти? Вот эти СА Как найти? Если вам Домножать на гамма Совершенно верно То есть умножаем Левую и правую часть На гамма Б Да? И берем след Да? Домножайте на гамма Б Снизу Да? Индекс Контровариантный Ковариантный Угу Сумму Из знака следа Можно вынести Да? След это Линейная операция Ну пишите Не пишите Пишите Последовательно пишите Как вам удобно Так и пишите То есть гамма А Гамма Б На СА Да? Угу А если здесь возникнет След Гамма А Гамма Б Да? То есть это 4 Дельта А Б На СА Да? Угу По А идет суммирование Да? Да? Б фиксированный индекс Какой-то Значит из всей суммы Кто выживет? Только Б и выживет Да? 4СБ Отлично Значит мы знаем Чему равен Вот этот С Это есть 1 четвертая От следа Да? О, давайте сюда Подставим Равно Гамма на гамма Б Отлично Позвольте трепку на секунду Давайте то же самое То же самое соотношение Это фактически есть Запись соотношения полноты Давайте его в индексах напишем Если я теперь У гамма матрицы напишу Индексы И Ж Да? А вы пишите Всю правую часть Тоже в индексах У вас вот матрица Это число Трейс Его тоже в индексах Напишите Здесь тоже А нужно написать Да? У нас здесь СА стоит СА стоит Я думал Это А у вас такое Вы пока пишите А я немножко постираю Давайте Да, все то же самое Просто индексы Допишите сюда То есть будет гамма А с индексами И что такое трейс Напишите Через индексы Индексы внизу давайте писать То есть гамма А Скобочки Ну вот гамма А А вверху А индексы внизу И жи там Да? А вверху Ну вот это матричное произведение Распишите Что это такое? То есть Ну и здесь плохо У вас И уже здесь был Какой-нибудь Ну правильно Вы расписываете То есть Только есть не и же А какой-то другой индекс Используйте Не знаю Там КЛ Что хотите КЛ КН Тогда здесь будет Гамма Н Что? НК Правильно? НК То есть гамма большое С индексами КН Гамма Ой У него А теперь не входит Да? О боже Давайте покрасивее немножко напишем То есть Ну Ковариантности нужно соблюдать Потому что вот это все для Правильных Правильных ковариантностей То есть надо где-то У гамма написать Индекс А внизу Да? А теперь нарисовать Ему индексы НК О, отлично Отлично Вот так вот Вот такое соотношение На секундочку отойдите Вот такое соотношение Правильно? И это соотношение Выполнено для любой Для любой матрицы гамма Какую возьмете Всегда будет оно выполнено То есть это тождество Тождество Да? Если у вас есть какие-то тождества То вы их можете всегда дифференцировать Имеете право дифференцировать По входящим в них параметрам И будете получать то же тождество Знаете такое? Да? Со школы соотношения Поэтому мы можем взять Например, это тождество И продифференцировать его По Гамма КН Гамма КН Да? Тогда в левой части Что у вас получится? Если вы вот эту гамму Продифференцируете По Дельта символу И пишите их Индекс К Будет равен Индексу И Да? То есть будет Дельта ИК А Ж равен М Да Это слева получили А справа Вас, поскольку вы По КН дифференцируете Здесь идет сумма По КН Да? То есть выживает Только вот этот НКАТ и член Он и выживет Да? Будет сумма только по А То есть Ну вот здесь вот у вас Идет же суммирование Да? По ним И выживет только Как с фиксированным Каким-то КН С фиксированным М Да? Угу Вот такое соотношение Замечательно То есть это Называется Соотношением полноты Соотношением полноты То есть мы Соотношение полноты Это что такое? Это то, что мы Любую матрицу Представили Через наш Полный набор Наших матриц Да? И явно предъявили Как выглядит Как выглядит коэффициент Это соотношение Полезно Чем? Что из него Тождество Фирца Выводится Вот на следующем семинаре Мы еще раз Вспомним это соотношение И выведем Тождество Фирца А сейчас нам интересно Несколько другое Вот глядите На нашу задачу Вспоминаем Теперь Что у нас по условию У нас есть Некая матрица Гамма-мю Альфа-мю Да? Гамма-мю Гамма-альфа Гамма-мю Это матрица 4х4 Правильно? Раз это матрица 4х4 То ее можно разложить По полному набору Гамма-мю Гамма-альфа Гамма-мю Можно разложить По полному набору Правильно? В этот полный набор Будет входить Единичка, пятерка Гамма-5 Гамма-мю Все вот эти ребята Будут входить С какими-то коэффициентами Это с одной стороны То есть с одной стороны Мы должны раскладывать их По Разложить эту матрицу Мы можем По базисным векторам По базисным матрицам Вот то, что стоит В правой части Это и есть разложение По базисным векторам Видно, что в этом разложении Присутствует только Вот это И вот это А остальных матриц Нету здесь Сложность еще в том Что у нас есть еще Лоренцевские индексы Различные И Лоренцевские индексы Мы можем писать Из соображений Тензорной размерности Потому что мы Я вам напоминал Что вся вот эта комбинация Если я ее Обложу Слева и справа Пси с чертой Пси Она будет преобразовываться Как тензор третьего ранга При преобразовании Хлоренца Правильно? К тензор третьего ранга Значит у вас И правая часть Тожества Которое вы хотите получить Будет тоже тензор третьего ранга Да? А у вас ничего Больше нету Как Конструировать этот тензор Из Только из инвариантных Тензоров Правильно? Из G-Menu Из Epsilon Mu-Nu Альфа-Beta Поэтому вы можете В общем виде Написать Разложение Разложение Вот этой штуки По По базисным векторам Вот например У вас есть Единичка Да? Единица Вот Если у вас есть единица То вы Никак не сможете Придумать Три Тензор с тремя индексами Из двух Инвариантных Тензоров G-Menu И Epsilon Mu-Nu Альфа-Beta Правильно? У вас Там и в том и в другом Четное число индексов Поэтому ничего придумать нельзя Трендовательная единица У вас входить Не будет Равно как и Гамма-5 тоже Потому что опять У вас останется Три висячих индекса И из них Инвариантный тензор Написать сложно Да? Нельзя точнее В четверх мере Вот Поэтому вы можете Написать Так То есть первое Что у вас Начинает появляться Здесь Это Гамма-Mu Да? Вот если У вас Вот я вот так напишу Гамма Не знаю Мюштрих Напишу Как базисный Мюштрих Да? Вот перед ним Должен стоять Тензор С четырьмя Индексами Правильно? Мюштрих Потому что у вас здесь Три осталось Мю Альфа-Ню Значит Вся вот эта штука В круглых скобках Должна содержать индекс Мю Альфа-Ню Мюштрих Верно? Мюштрих Я чуть-чуть Опрометчиво написал Давайте вот здесь Напишу Мюштрих Мюштрих Какие возможные Структуры Тензорные У вас Могут здесь присутствовать? Что здесь может быть? С четырьмя Индексами Мю Альфа Ню Мюштрих Что можно придумать? Ж Ж Да? То есть С1 На Ж Мю Альфа Ж Мюштрих Правильно? Можно такое придумать? С каким-то коэффициентом С1 Не знаем его пока Да? Что еще можно придумать? Пишите Но еще не все Ж Перебрали Да? У вас Ж Разных Есть Несколько штук И еще Одна Ага? Ага 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 Вот так вот Да? Что еще может быть? Правильно вы сказали С эпсилоном Плюс с какой-нибудь но сюда пишите а здесь вот скобочку тогда день пониже напишем граммами штрих и псилон но галами штрих вот я наружу написал то есть здесь уже ничего не штрих а вот так вот но еще можно просто с гамма мю чуть написать или нет вроде больше нельзя ничего то есть вот эти все перебрали теперь с гамма 5 то же самое можем все написать все то же самое с гамма 5 да то есть там цепь цепь не но индекс другой будет с коэффициент другой c5 на и гамма 5 и гамма 5 напишите и так далее то есть еще вот эти коэффициенты и вот этот тоже пишите будет там с 8 до 5 6 7 8 8 эпсилон мю альфа и гамма 5 да и гамма 5 отлично то есть мы все вот эти перебрали базисные вот эти могут входить в разложение не могут потому что у меня здесь три индекса да здесь два индекса оставшийся индекс один индекс да я не могу распихать не на метрический тензор инвариант не на эпсилон меню правильно потому что из соображать поэтому из соображений тензорных размерностей ничего больше сюда не входит да отлично теперь как найти все все эти коэффициенты да во первых мы можем сразу сообразить какие из них нули на какие из них нули почему потому что если вы возьмете здесь в чистке с чертой пси да у вас здесь будет истинный тензор до истинный тензор значит из правой части тоже должны выживать истинные тензоры вот какие коэффициенты у вас зануляться поэтому что будет 0 вот этот будет 0 можем его зачеркнуть сразу да чаще вот эти будут нули у вас смотрите gg а здесь гамма-5 гамма-мюштрих да гамма-5 вам делает тоже псевдо тензор да то есть вот эти вот штуки с гамма-5 тоже зануляются да вот эти три штуки такой 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 с гамма-5 про этот что можем сказать зануляется он или нет все нормально потому что он псевдо за счет гамма-5 но псевдо за счет эпсилом да два раза псевдо получается истинный это истинный тензор да вот мы сразу несколько коэффициентов занулили из соображений относительно преобразование четности до п п четности теперь как аст как коэффициенты просто найти эти числа как найти как мы их находили здесь нас конечно сберем какую-нибудь матрицу скажем гамма-капа до домножаем ее справа и берем след то есть наше соотношение справа домножаем или слева как хотите на гамма-капа и берем след считайте коэффициенты кто а чё считать они написали ладно я уж хотел социалистическое соревнование объявить так все на этом заканчиваем вы ну хорошо и так далее закончите это а теперь пишите чему равна левая часть и правая часть по отдельности слева часть это след от четырех гамма-матриц до 4 вспоминайте как как теорию почему нет это след это с этим это с этим с минусом это с этим с плюсом на первое первое спаривание 4 мю альфа же мю альфа же мю альфа же мю альфа на же нюкапа да же нюкапа это вот это спаривание это с этим это с этим дальше следующее которое со знаком минус откуда знак минус я должна один раз прокоммутировать чтобы спариться спарить гамма-мю с гамма-ню и последнее я должен два раза про антикоммутировать поэтому будет плюс гамма-мю гамма-капа же не альфа да это левая часть правая часть чему равна здесь все просто вы домножили на гамма-капа и взяли след да то есть у вас сюда смотрим вот вы умножили вот это на гамма-капа ну там у вас гамма-ми штрих здесь не написано поэтому можете про него забыть то есть у вас возник след характерный след какой гамма-ми штрих да у вас была и гамма-капа вот эта радость чему равна считали 4 4 дельта до 4 дельта мю штрих капа то есть индекс мю штрих делаем индексом капа в этом соотношении и будет 4 не меня не штрих c1 умножить на же мю альфа движению капа мнение мю штрих стала капой что да можно и так конечно то есть можно по частному случаю какому-то посмотреть у у вас тогда эпсилон запутается последний коэффициент еще будет некая система даже даже эпсилон еще есть вот этот есть вот я беру и все разные да все разные тогда у меня отсюда есть вклада какой-то я думал вы ее уже и это же носить не надо вы сразу дельта что делает она индекс мю штрих делает индексом капа да а в последнем что произошло прежде чем писать посмотрите на него внимательно то есть трейс гола 5 голами штрих гамма капа это чё такое 0 до вас гамма 5 с двумя гамма матрицами дает нулевой след то есть c8 умножить на 0 до c8 умножить на 0 отлично сравниваем структуры в левой и в правой части чему равно c1 c2 и c3 здесь вот позвольте я уберу ну кто-то единица кто-то на минус единицы на вот минус единица где возникнет где c2 да где меню да то есть вот здесь вот будет единица здесь минус единица здесь единица давайте напишем единица отлично чтобы найти c1 c23 мы сворачивали с гамма капа да а чтобы найти c8 с чем нужно свернуть с гамма капа в гамма 5 да ну давайте напишите еще раз вот здесь вот можно стереть все верхний ответ не стирайте а то есть сворачиваем справа умножаем на гамма капа гамма 5 берем след да в левого в правой части что выживает только последний давайте вот сразу его и запишем то есть это будет c8 умножить на репсилон там да мнение здесь пока что аккуратненько нужно здесь стоит миштрих еще еще не к поставит миштрих стоит миштрих и гамма 5 гамма миштрих да и гамма капа еще гамма капа гамма и гамма 5 сюда правильно отлично 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 теперь левая часть чему рано просто по отдельности пишем что такое левая часть сегодня считали уже такой след да он был равен минус 4 и до минус 4 и на эпсилон вот этот не не аккуратно пишем а аккуратно пишите на отлично это левая часть да а правая часть c8 с эпсилоном выносим за знак следа за 8 гамма с гамма 5 каков как обойтись нам что если надо сделать перенести и образовать единичку да и тоже можно вынести на вынести и останется след от гамма мю гамма капа это есть что такое это из 4 дельта да отлично то есть она делает миштрих равным капа да отсюда c8 чему равен коэффициент минус 1 до минус 1 минус 1 на отсюда напишем минус 1 минус 1 минус 1 это мы с вами прямо получили а у меня здесь стоит плюс 1 почему потому что на порядок разный здесь гамма 5 гамма гамма мюштрих а здесь гамма мюштрих гамма 5 да то есть гамма 5 перетащили на одну позицию вот дополнительный знак минус возник на то есть вот таким образом мы доказали доказали это тоже студа аналогично любое произведение любое произведение гамма матриц просто как матричное произведение вы можете всегда представить через ваш базисный набор в который входит единичная матрица входит гамма 5 гамма мю и гамма мю гамма 5 и набор шести генераторов сигма меню да все давайте на этом закончим на следующем семинаре мы еще немножко про гамма матрицы поговорим поговорим про соотношение фиртс а вам сейчас маленькое маленькое домашнее задание такое совсем небольшое но полезно будет домашнее задание домашнее задание доказать что трейс вот у вас есть трейс от четного числа гамма матриц да гамма мюн где все индексы это либо 0 либо 1 либо 2 либо 3 да обычный греческий индекс то есть гамма 5 здесь нет их четное число 2n да вот под знаком следа вы можете доказать что вы под знаком следа можете их все написать в обратном порядке это не циклическая перестановка под знаком следа про который мы уже говорили обратный порядок да это разные вещи правильно то есть пишу пишу эти матрицы в обратном порядке гамма гамма мю 2n гамма мю 2n минус 1 и так далее гамма мю 1 то есть под знаком следа можно переставлять в обратном порядке чтобы это показать вам такое указание указание в качестве указания такие простые три свойства приведем комбинируя которые вы должны будете показать это утверждение первое свойство вот смотрите если вдруг мне встретилась гамма матрица мю то комплексно сопряженная то как мне сделать из нее просто матрицу гамма мю вы знаете из квантовой механики знаете что сигма 2 сигма вектор со звездочкой сигма 2 равно чему где сигма это матрица пауля минус сигма вектор да квантовая механика вам говорит это это же свойство лежит в основе того что у группы су 2 фундаментальное представление и сопряженные представления эквивалентны да то есть сигма 2 с помощью матрицы сигма 2 вы можете сигму со звездочкой преобразовать просто в сигму да и аналогичное соотношение здесь есть у нас гамма 2 состоит из сигма 2 правильно поэтому если вы гамма 2 обложите то в результате тоже получите гамма мю с каким знаком плюс минус а если подумать как подумать частный случай берем быстро в качестве мю подставляем 2 гамма 2 со звездочкой чему равна минус гамма 2 а гамма 2 на гамма 2 сегодня уже говорили еще один раз минус да значит знак плюс будет здесь да знак плюс то есть это просто следствие вот этого соотношения соотношения еще одно соотношение если вдруг вам встретилась где-то а вам вот очень сильно хочется ее преобразовать просто в гамма мю вы же жить больше не можете и бы в гамма мю хотите преобразовать а чем ее нужно обложить чтобы гамма мю получить гамма 0 гамма 0 получите гамма мю просто из явного вида гамма матриц это получается да И третье соотношение, которое как раз вам поможет решить эту задачу. Это комбинация первых двух. Если у вас есть гамма-матрица транспонированная, а вам очень хочется от этого транспонирования избавиться, то транспонирование можно скомбинировать с взятием эрмитового сопряжения и комплексного сопряжения. Правильно? Верно? А каким образом? Транспонирование – это есть комплексное сопряжение эрмитового сопряжения. Правильно? Следовательно, вы можете с помощью вот такой матрицы УС получить снова гамма-мю. Где матрица УС? УС – это есть просто гамма-0 на гамма-2. Гамма-0 на гамма-2. Такая эрмитовая матрица. Манитарная. И в квадрате она равна единичке. Вот последнее соотношение – это просто комбинация первых двух. Правильно? Не более того. Потому что транспонирование – это есть эрмитовое сопряжение, комплексно-сопряженное. То есть комбинируя эти двух, то есть вам нужно из этих двух со свойств очевидных доказать вот это соотношение. А дальше смотрите. Чем операция транспонирования хороша? Что если у вас есть произведение матриц, и вы их транспонируете, то что происходит с произведением? Порядок меняется. Это как раз то, что вам надо. У вас поменяется порядок. При этом от транспонирования след не меняется. То есть если вы матрицу взяли след и от транспонирования матрицы взяли след, получите одно и то же. Поэтому вот это свойство – это и есть следствие вот этих соотношений. Эти соотношения тоже прошу запомнить. Они полезны. В частности, последнее соотношение, которое мы здесь используем, оно применяется в теореме Фарии, которую мы на следующем семинаре докажем. Поэтому домашнее задание, я почти полностью рассказал, как оно делается, прошу все-таки дома сделать. Хорошо? Я проверю. Ладно, на этом закончим. Спасибо за внимание. Если вопросы есть, задавайте.